челлендж продолжается и несмотря ни на что мы все равно выходим прямой с одним бананчиком с одним банан сегодня купила бананы я так давно не ела бананы кстати напишите плюсик кто любит бананы я люблю если я только выкинула связку бананов она у меня пропала я ее не ела вот сегодня купила они такие вкусные так соскучилась вообще по домашней еде но не по домашней еде прям домашней естественно я такое не ем а вот по еде именно чтоб там ничего не было лишнего и у меня очень сильно меняются вкусовые качества ребята когда ты смотришь на еду и не понимаешь что ты вообще хочешь есть тебе ничего не хочется вот сейчас вечером я поужинала молочным коктейлям вот просто послушайте и пришла во вкусил говорю сделайте мне на фундучном молоке и у них замороженная манго то не добавляют сахар ничего просто замороженные фрукты сушки но вкусно хотя я и молочный коктейль дали бы их не пью что неужели все настолько меняется вот вот сейчас я не знаю что хочу вот мы сейчас я сама не знаю потому что меняются вкусовые предпочтения все сегодня знают да все что сегодня очень сильные вибрации земли как у вас иван привет как у вас самочувствие скажите мне пожалуйста у меня просто нереальное какое-то на супер замедленная приятная сегодня я прямо знаете таком в таком наслаждении с утра дело практики прям серьезно так физически по по телу попрыгала третий день уже сплю на полу в результаты невероятные вам конечно расскажу потом вот но сегодня прям вот я чувствую просто такое такой любовь еще сегодня я два раза уснул вчера воскресенье хотела сделать выходной но не получилось сделать выходной вот и это классно когда мы можем сами убирать себе выходные дни и понедельник это вообще такой день вы заметили вот особенно женщина я хочу чтобы женщина послушали меня 10 не больше что у нас после воскресенья понедельник мы только на набираем обороты поэтому в понедельник особо не на вид не навешивайте на себя много дел потому что мы женщины мы должны все плавно медленно и вот вы входите в понедельник вот как в день как в день вы входите знаете с утра плавно медленно замедляетесь и сегодня послание такое послала девушка видео скинула очень крутое и замедляться это главное сейчас что нужно делать в наше время да вот что ты кушаешь в основном я люблю кинзу я люблю зелень я обожаю огурцы я люблю делать салат огурцы много зелени я еще покупаю листья салата но вот сейчас я чувствую что что-то но все-таки и листья салата не могут бродить желудке мне кажется что не очень хорошо счастлива у желудка я почувствованию делаю помидоры я исключила давно я витамины не пью я сейчас стараюсь вообще брать все из питания но я думаю что я включу банды какие-нибудь похоже и сладкого что я люблю это у меня финики очень кстати вкусно вот эти финики они такие мягкие классные добавлять их кашу прикольно еще раз говорю бананы люблю черешню люблю но черешни я объелась мы его покупали вот по несколько килограмм склады и съедали его вообще зеленый салат для меня это самый ом-ном прям ням ням зеленый салат это самое вкусное что может быть я обожаю огурцы огурцы кстати я беру всегда одни и те же они называются корнишоны а мне бабушка с детства говорила корнишончики корнишоны вот они всегда очень как в детстве знаете здесь невкусные огурцы покупают люди турецкие какие-то эти длинные а это прям вот реально самые вкусные огурцы я их очень люблю поэтому я люблю зеленый салат люблю зеленый салат считаю что это самое вкусное вы уже можете добавлять туда по вкусу рыбу да что угодно очень много всего интересного сейчас кстати продается для тех кто я не знаю мне вообще что-то с питанием прям происходит когда вы трансформируетесь я вам говорила что вам не нужно худеть нужно садиться на диету вы просто чувствуете себя вы чувствуете жизнь вы чувствуете вот свое тело и я не могу себя заставить кушать я сегодня заказала любимый батат имиде в ресторане я выкинула батат я вот его куша вот позавчера в басте мы кушали батат было вкусно мне сегодня я ем и понимаю что я не хочу это есть и мне прям вообще не хочется это как вот как будто я никогда его не ела не любила и мне не хочется я просто как так бататик уходи выкинула его вот так больше конечно зелени если у вас есть дома сука выжималка я еще прямо то время на смузиках сидела смузи это тоже классно сегодня читала про голодание с носоках но для меня наверное это будет максимально сейчас сильно я только с одной трансформации вылезла я не так не думайте что я настолько такая да я хочу все время в себя там держать в таких рамках мне ни в коем случае поэтому я такая нет наверное достаточно с меня поэтому я и на випассану не пошла я думаю что вот мне прям вот свыше сказали милая ну как бы только что прошло такое випассану четыре месяца назад потом еще одно обучение не стоит живи жизни вот все и реально сегодня волшебный день напишите как вы себя чувствуете сегодня сегодня просто просто мощняцкий энергии как вы сегодня себя чувствуете еще вас ждет невероятная фотосессия со мной фотосессия видео так меня красиво девушка раскрыли за вызовы очень красивая такая наполненная насколько вот сейчас я встречаю людей своих вот я не худела девочки я не занимаюсь я не занимаюсь тем что не приносит пользу моему телу вот я не взвешиваюсь не спрашиваются как ты весишь я вообще без понятия я не знаю я не знаю вопросы которые интересуют женщин вот многих вас давно меня стали интересовать я вышла из-за дороги меня все устраивает во мне и с моим весом я это как знаете меня устраивает мое состояние сонливости я принимаю все свои состояния свои состояние переходов я чувствовать их стало я чувствую когда это что-то отмирает это больно очень неприятно но я эти состояния проживаю я даю им быть я не убегаю от них я прям проживаю я принимаю иногда разговариваю с собой это мне очень помогает и в этом есть сила это все очень ты наоборот о себе заботишься и эта забота о себе также и с весом чтобы я пока его я поправилась надо похудеть меня такого ни в коем случае не было я начала практиковать медитировать и все у меня все поменялось и режим жизни и питания хотя тогда тоже сидела на овощах но это совсем другое потому что здесь высвободилось много энергии женщина вообще приходит если вы посмотрите все равно на йогов почти все они худенькие до люди которые занимаются медитации почти все худенькие вот ну и либо люди которые плотная кость у них они просто сами по себе крупные ну жирных вы прям не увидите потому что люди чувствуют себя они не могут обжираться и сидеть в медитации вам не дашь желудок пройти никуда вы будете только эту энергию перед переваривать будет желудок в этот момент работать вы не сможете настроиться не как с собой вот что еще ну вообще еще что сегодня просто потрясающий день и еще расскажу сегодня кстати такое разделение происходит если у вас сегодня не потрясающий день как у меня сегодня разделение происходит люди которые живут в негативе они сельдва мира разделились вы видели да то что там писали что сегодня день апокалипсиса вот и это краски говоря о том что сегодня будут люди которые очень нервные злые и сегодня будет скрывать сильно вот если вы сегодня злились переживали и люди которые сегодня просто передать прекраснейший покой такой ровный тон лица вообще не ровный тон лица меня на борт обсыпала это я здесь стою вот вот это я просто блока чего я стою я кушала в ресторанах эти дни и я прям вижу как это влияет на меня на мою кожу влияет потому что все равно в ресторанах добавляют вкусовые добавки чтобы усилитель вкуса чтобы это все было для вас ням-ням-ням ом-ом вкуснее поэтому девочка самая вкусная еда я бы посидела на сыроедении но если бы я посмотрела специально передачу я говорю что я только после серьезной такой мощной трансформации еще идти сейчас пока у меня слушать меня после пасмана еще там раскладывается да если потом еще я пошла сюда и такая еда давай еще сыроедение или на голодание думаю что вроде бы классное время в плане того что сейчас лето вкусные овощи фрукты сырые да все можно кушать но с другой стороны и как то моему организму нужно отдыхать когда мы работаем с психикой когда мы работаем с энергиями ну физик физика тоже может немножко еще и подоставать поэтому нужно вот как-то наверное выдыхать давать телу ну почему ты хочешь меня разуть ну на все тебе так приятнее когда я босиком стою ай ай иди сюда 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 шлейку я такой пушистый не увидела вот иди сюда короче завтра уже начну выкладывать вам новую фотосессию это просто знаете мне так понравилось еще что девушка а а она не делает такую ретушь там даже знаете морщинки мимические видно чуть-чуть все так красиво все так естественно нет вот этого выложенного лица вот как раньше мне нравилось и это прям классно так что ты делаешь когда видишь что парень лучше тебя что что значит мужчина лучше вас значит если вы так считаете то у вас проблемы с самооценкой она у вас заниженная вот а есть мужчины очень классные сильные мощные но когда ты говоришь кто-то лучше тебя у тебя зниженная самооценка тебе нужно работать со своей самооценкой а в жизни не может быть никого лучше выше старше больше вот вот нужно жить с таким что все мы одинаково но у кого-то у нас есть качество да они вообще у него этого человека есть у тебя их вообще нет например художник умеет рисовать ты не умеешь рисовать ты же не стал от этого хуже поэтому здесь нужно конечно же принимать и главное любить себя ну когда вы так себя занижаете вы будете встречать всегда мужчин которые будут вас подавлять и мужчины будут вам всегда говорить и давить вам на то что вы хуже вы еще недостаточно хороша и многие женщины кстати братьки мужчин для того чтобы проходить вот этот вот эту ненужность никчемность чувствовать себя постоянно какой-то не такой ходить там бегать по косметологам заниматься собой на самом деле большая ошибка женщина особенно вот сейчас в такое крутое время что они начинают переделывать операцию на лице себе да но они идут вовнутрь и потом эти женщины такие же становятся остаются они такие же поломанные такие же не целостные и также не уверены в себе вот и все а классно когда ты ты мощная сильная красивая классная ты видишь людей вокруг себя такие же вы считаете что вы это тело или вы пробудились вас у нас что вы не тело спасибо тело смысле я не тело в этом мире мы все есть и часть нашего тела для чего наша медитация вообще почему медитируют чисто медитация нужно для того чтобы соединиться своим телом пока ты не соединишь своим телом не полюбишь его настолько вот эти пальчики вот это все настолько не будешь за ним ухаживать давать ему самое лучшее ты никогда не пробудишься тебя произвели пробуждение только тогда когда ты научишься выстраивать личные границы любить себя выбирать себя и это вообще полностью поменять просто внутренность свою но и самооценка конечно девочки с такой самооценкой о чем говорить многие женщины встречаются с парнями например ну давайте к примеру возьмем она например не очень зарабатывает или вообще не зарабатывает мужчина там богаче и где-то она может чувствовать подавленность это хотя если она раскачана энергетически классно многие женщины вообще не работают да и выходят замуж все нехорошо они так себя не чувствуют они чувствуют себя королевами поэтому это про только про наши внутренние качества если ты чувствуешь себя королевой богиней ты можешь не работать ты можешь ко всем уже как бы я уйду и найду себе всегда другого я не пропаду меня любит мир я ему доверяю а есть женщины которые самоутверждаются они много работают зарабатывать от мужчины и кажется что я уйду от него ну пускай он боится что я могу уйти от него но на самом деле это самообман потому что она с ним соревнуется с этим мужчиной это неправильная энергия и многие женщины сейчас стали уходить мужские энергии соревноваться с мужчинами что тоже не есть верно быть на одной волне да это энергетически это наоборот питает своего мужчину а если вы мужских энергиях то вы не можете его питать но заниматься чем-то заниматься чем-то нужно иначе я не знаю мне всегда было такое что хоть я не работал до 28 лет я всегда много читала изучала спортом занималась если я чем-то не занималась совсем хана было если я чувствовал что я начинаю деградировать у меня начиналось просто депрессия не депрессия конечно настоящая но я себя начинала жрать не готов что я тупил этот момент что не развиваюсь и не чувствую никакой своей вот этой энергии мощи на одном месте это скучно а чего ты чувствуешь себя лучше может есть какой-то утренний ритуал который обеспечивает хорошее настроение на весь день утренний ритуал естественно утренний ритуал это самое главное это не ритуалы я занимаюсь практикой медитации чистой медитации плюс сейчас я занимаюсь еще перед чистой медитацией у меня еще медитация оши это медитации динамические это сильная физика через 40 минут я стою мы просто вся мокрая льется под и мое тело пробуждено тогда я чувствую кундалини по всему телу у меня просто все я чувствую свою мощь и в этот момент очень классно садиться в медитацию когда твое тело пробуждено вот и ты чувствуешь тогда еще больше связь и не только с телом да вообще она тело очень расслабленная в этот момент потому что когда мы спим когда мы ходим что-то делаем все вы зажимаемся вот а здесь ты пробудил свое тело почему нужно не до этого занималась йогой до этого занималась йогой перед медитацией вот а сейчас мне нравится больше ну я такая такой человек я очень энергичная мне подходит прям жесткая физика поэтому раньше я любила зале убиваться по три часа вот и после я сажусь мое тело на просто невероятно пока ты не почувствуешь свое тело не снишь свое тело чтобы ты там не зарабатывала чтобы ты не делал каким тени были отношения ну ты не в связи с своим телом ты не будешь гармоничной легкой вот ты не будешь в состоянии заведенном сколько идет уведомления не пришло я не знаю мне кажется мне эфиры не работа знаете я так раз расстраивалась кстати что у меня помню вот из-за того что у меня там эфир мало смотрит типа раньше 1000 человек смотрела сейчас вот а потом в этом моменте помню что у меня просмотры stories были сто двадцать тысяч вместе на 100 человек смотрела у меня вот как сломался аккаунт аккаунт как сломался так он не работал меня в принципе stories и идут и все на море лс и так далее не распространяются везде ну ладно так надо может когда-нибудь все-таки заведу новую страницу как само дело чистую медитацию попробую как-нибудь я сама делать я не знаю как вы сами что делаете для меня это люди которые идут тратят свое время делают неправильно а потом приходит ко мне разбитые убитые я их собираю вот я не делаю как вы я не знаю что это такое поэтому у меня есть результаты поэтому у меня есть деньги поэтому у меня есть все что я хочу потому что если я что-то хочу я иду это мучилась я не представляю что я пошла и такая сейчас на youtube посмотрю чистую медитацию как делать да попробуйте попробуйте ко мне такие приходят давайте вы через максимум просидите неделю это максимум да даже дня три может быть то пять минут это максимум без знания вы никуда почему-то люди всегда хотят найти какую-то таблетку простую и не обучаться этому но это невозможно просто невозможно и мастер должен быть классный он должен вам зайти вы должны это вы должен быть ваш человек по-другому никак хватит искать вот пожалуйста вот эти эти легкие пути что-то схватить деньги приходят всегда на ваши хотелки всегда на ваше развитие вот прям вообще не хочется даже вот с людьми тот не написал данной совете какие советики алё я столько лет занимаюсь чтобы давать советики кому-то вот здесь я могу что-то сказать да в телеграме у меня много информации вот это это люди которые ну они сами не развиваются и привыкли давать кому-то советики но советики никогда не дают результата это мне вот например моя подруга говорила увидела во мне один косяк и она мне все время про него говорила 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 безоплатно вы думаете я слышала что она мне говорит я не слышал но я пошла духовного наставнику который мне сказал все то же самое и я такой вау да почему потому что я ему заплатила поэтому сами советиками вообще не сюда расслабляться не умеете у нас вообще-то родовая девочка нас вообще очень много родовых программ вы просто не представляете ну вот сейчас не пришло уведомление не не работает что-то господи я уж привыкла что-то мы с вами можем и без ней работы вот ну по крайней мере я вживу в то время общая стильный мир у которых все есть и которые вкладываются в себя мы даже недавно смеялись разговаривали про то как девчонки там ходили на массаж огненные там он стоит 40 тысяч рублей она говорит но уже не пробуждается знание там же не такие знания да что-то может быть там уходит но когда человек делает знает для чего он делает с определенными там запросами еще да я понимаю но все равно лучше сначала выстроить вообще свою систему внутреннюю гармонизировать себя с телом свое ментальное здоровье знать что у вас каждый день есть вот медитация например практика медитации утром и вечером и потом укреплять себя еще извне каким-то другими приколюхами до практиками искать что-то свое да но когда ты уже идешь тебя уже классные результаты ты знаешь к чему ты идешь а сейчас люди такие услышали о духовность я пошла туда сходила на гвоздях постоял кто не спрашивает зачем на гвозди стаешь люди даже не знают вообще для чего гвозди о познании только для чего гвозди что гвозди дают может вообще человек который реально понимает что ты приходишь квантовую реальность на гвоздях но это не все если ты как девушка написала я постоянно тело короче у нее постоянно напряжение есть люди которые стоят на гвозди и они не могут расслабиться то естественно некоторые стоят три-четыре раза на гвозди и не могут расслабиться так тебе нужно значит работать с чем твоя психика настолько крепко понимаешь настолько заблокирована ты настолько заблокировала свое тело ты представляешь насколько ты не даешь себе жить и твоя сердечная чакра она вообще просто заблокейшим недоверейшим вообще там просто просто блок просто человек блок который просто вот ходит как робот вроде бы красивый да но при этом он весь заблокированный. Что нужно работать? Естественно, начинать с медитации, работать со своим психическим состоянием, со своим ментальным здоровьем. И постепенно, постепенно, постепенно у тебя что-то слаблевает. Челюсть. Реально же приходят девочки, которые ходят даже к этим... Остеопат, да, называется? Здесь что-то там трогает. Я тоже девочка приходила. Зачем? Другие ко мне приходят, начинают медитировать, они говорят, боже мой, я что, могу быть такой легкий, у меня может отпустить челюсть. Естественно. Потому что я раньше тоже держала челюсть, я еще пила много кофе, и когда мы еще в мужских энергиях, у нас очень много мыслей в голове, идей, нам кажется, что это так классно. Вообще это не классно. Вот, потому что у тебя нет структуры, когда у тебя, знаешь, ты очень творческий, а у тебя хаос, творческий хаос, вот такой, ты не можешь уплотить эти идеи, потому что реально в голове хаос, везде хаос, ты все зажата, ты контролируешь процесс, если бы мы сейчас с вами стояли, я бы на доске тут нарисовала бы вообще нас, женщин, да, нашу природу, и как нас там 2000 лет, да, нам мушали, что какие мы, как нас подавляли, и мы сейчас только выходим на самом деле, мы только как, ой, милые, мы только как сто лет там выходим, сто чем-то лет мы выходим вот из-за этого подавления. и мы еще вообще не знаем, что как, у нас генетически передается, что что-то с нами не так, что-то у нас вот все время что-то не так, вот это нельзя, это страшно, здесь проявиться тоже страшно. поэтому, если вообще нас, женщин, разбирать, то первое, вы, каждая из вас, привет, мегасила, вот эта установка-то, слабая девочка, маленькая, слабенькая, понимаете, да, это тоже, ты только за мужчиной стоишь, мужчина только сильный, все, это не значит, что ты должна херачить там, да, и я сегодня говорила, в этом, в теграме у себя носить там по 100 килограмм и так далее, нет, это про внутренний стержень, понимаете, вот, например, вот, амазонка, да, у нее же тоже мужчина будет такой, как Геракл, там, я не знаю, да, она не может быть у нее там такой, да, или у Геракла будет, какая женщина, она даже, если сексуальная, супер классная, но она моща внутри, она заходит, все люди ее видят, и просто мужчина там, ваа, потому что это мощность, внутреннее состояние, короче, сначала произошли мы женщины, сегодня в телеграме я выкладывала видео, вот, и мужчины, на самом деле, у нас временное явление на планете, вот сейчас у нас, поблагодарим сейчас время, что мы родились, когда мужчины есть, но на самом деле, они не важны, и не нужны, кстати, у них нету генетически, даже гена интеллекта, вот, я сюда выложу психолога, вчера открыла, YouTube, и он у меня вышел, и я такая, боже мой, и вот я год назад свой телеграмм начала вести, про то, что нас женщин подавляли, нашу сексуальность, вот эти знания у меня приходили, а сейчас я смотрю вот со стороны, насколько мне открываются порталы, да, там, через других людей, через книгу ещё, что нас просто научили думать по-другому о себе, поэтому мы, типа, должны быть хорошими, не высовываться, и вообще, вот вы такие слабенькие, ну нет, вообще нет, вообще нет, вы внутренне обладаете невероятной силой, просто, вот эта внутренняя мощь, сила, и когда ты соединён с собой, ты чувствуешь это, но это и люди вокруг чувствуют, и вообще мир это чувствует, это так круто, ты просто можешь кайфовать, лежать, и давать миру, не контролировать его, потому что, самое главное, запомните, не контролировать миру, быть в гармонии, жить каждую секунду в мире, что-то меняется, это нормально, ты не можешь проконтролировать эти процессы, просто дай миру жить, просто миру дай вот существовать, быть в моменте, это очень круто, когда женщина отпускает все эти контроли, ей это не нужно, просто она есть, говорю мне прям кайф, так хоть могу, это же просто, понимаете, а люди привыкли контролировать все процессы, что у неё завтра на работе, как вот это, а там детишки, а муж, а пошла, ай-яй-я, проконтролировать свой вес, а лицо, прыщик у меня там, что, да просто наслаждайся жизнью, момент здесь и сейчас, сейчас люди пробуждаются сами, на некоторое время, на секунды, когда они замолкают, а просто этот шум в голове, это просто в моменте, просто в расслаблении, без шумов, это так прекрасно, это такая, это знаете, не когда ты в книжках читаешь, про вот эту внутреннюю гармонию, ну ты реально просто, вот это величие, ты понимаешь, что-то вау, музыка такая классная, заиграла, я сейчас еще делаю практики, такие по, тоже, кундалини, у меня свои приходят практики, видимо, мне уже нужно, прям, свое, я вот вчера делала практику, боже мой, что со мной было, я через музыку очень соединяюсь с собой, потому что все мы разные, и это абсолютно нормально, кому-то можно послушать музыку, и прямо люди соединяются с собой, правильная музыка, когда ты танцуешь некрасиво, ты танцуешь, чувствуешь свое тело, это тоже очень важно, вот у нас был шеринг, мы с ребятами, там, после обучения, все танцевали в кругу, а мне не хотелось, у меня был такой опыт, что я хотела быть одна в моменте, и мне хотелось лечь на холодный пол, и я просто танцевала на холодном поту, потом у меня какой-то танцор селился, я танцевала, там, вот так, туда прыгала, бегала, и мне так все равно, я в таком сейчас наслаждении, кайф, мне вообще все равно кто что подумает, я уже в таком состоянии, когда я есть, и все, это достаточно, достаточно для того, чтобы я чувствовала себя, и делала так приятно, как мне приятно, есть моменты, которые, например, я еще и не понимаю, как я хочу делать, работаем с ними, да, но вот вообще, я чувствую очень сейчас себя кайфовой, гармоничной, и это наша природа, вообще к чему все это, это наша женская природа, наша природа, наслаждаться, не контролировать, кайфовать, а у нас получается, у нас 2000 лет гасили, потом женщины все-таки, ну естественно, природа есть природа, не получилось у мужчин загасить, ну как бы, ну вот, ну не получилось, и получается, женщины наоборот, добились своих прав, и начали, что доказывать мужчине, мы начали доказывать друг другу, мы не жить в гармонии стали, послушайте, не гармонично, по природе стали жить, да, а доказывать друг другу, что я тоже могу, я тоже могу зарабатывать, я тоже могу быть с яйцами, я тоже могу, да я вообще тебе отомщу за весь наш род, за всех женщин, вот, и гармония, а нужна гармония, мы приходим в гармонии, гармонии, если вы хотите действительно гармоничные, да, отношения, в первую очередь с собой, когда у нас отношения гармоничные с собой, то у нас, естественно, они будут с партнером гармоничные, вот, гармония, а у нас все мерятся, посмотрите на некоторые пары, как они общаются между собой, мужчина и женщина, они пытаются что-то доказать друг другу, постоянно, ну, кто лучше, даже если они это не говорят, они подсознательно иногда так делают, вот, женщины постоянно упрекают мужчину, что он что-то не так делает, и так далее, мужчина-манипулятор может говорить, что она какая-то не такая, там, задница у тебя не накачана, или что-то еще, а гармония, самое важное, это гармония, так интересно, вот, да, людям похуй на гармонию, людям вообще многим так плевать на эту гармонию, они думают, какая гармония, о чем ты говоришь, да, да, султан, вот так вот люди, многие думают, какая гармония, я хочу замуж выйти, мне плевать, что он будет манипулировать мной, пускай детей обеспечивает, это все, вот, но это уже давайте такие, про неосознанных людей, сиськи, ну, султан, я вас блокирую, в моем поле так говорить нельзя, да, поэтому вы уходите в банк, вот, вот это, знаете, надо уметь общаться еще, да, разговаривать, знать, где ты, общаешься, и как ты общаешься, я могу посмеяться, все классно, ну, не надо так разговаривать, мне это не нравится, он хочет больше, но не может, значит, он не может, любой мужчина может, для мужчины, женщины, это, как там, как это мужчина не может, мужчина все может, то, что ты зарабатываешь три раза больше, и если твой мужчина сильный, мощный, при этом ты чувствуешь себя, как за каменной стеной, если ты уйдешь, и он будет зарабатывать эти деньги, о, а если вот это от маски, типа, он зарабатывает три раза больше, о, ты зарабатываешь три раза больше, что значит, он не может, у него должен быть стимул, еще больше, чем у других мужчин, зарабатывать, да? Получается, вы живете уже не в гармонии, смотри, ты сама написала, ему хочется, ему это не нравится, он уже себя чувствует негармонично, он уже соревнуется с тобой, он пытается до тебя допрыгнуть, но пытается это слабо сказать, если бы пытался, наверное, получилось бы. Есть пары, которые вместе растут, вместе растут, есть такие пары, да? Он поднимается, она поднимается, он поднимается, она поднимается, они постоянно друг друга дразнят на такие партнерские игры, дразни. А не когда мужчина 3 раза меньше зарабатывает, он такой... И чувствует себя... Он же себя внутри чувствует. Ты же не знаешь, как он внутри себя чувствует. Он может себя чувствовать внутри не очень хорошо. Это уже ненормальное, нездоровое отношение. Если вы в отношениях себя чувствуете несчастливыми, если вы не сильнее в этих отношениях... А зачем такие отношения? Если мужчина уже чувствует, что моя женщина зарабатывает больше, и я чувствую себя где-то тюфаком или слабаком, то мужчина не становится от этого, ты его не делаешь от этого зевсом, там, зевсом, он не становится такой, я мужчина прекрасный. Нет. Тоже про отношения именно человека внутри себя, что он чувствует с тобой. Понимаешь, если вас устраивает такая вещь, я считаю, что если людей устраивает, почему нет? Бывают пары, когда, например, сейчас, вот я выхожу замуж, что мой мужчина, мой продюсер, да? И получается, все деньги, заработанные на моих там обучениях, моих там украшениях, да, там, на еще на чем-то, получается, можно сказать даже, что это твои деньги, да, большая часть, но мужчина за мной, он больше делает работу, ведет, например, меня, да? И это все-таки как-то больше такое общее дело. Такие тоже пары есть, это нормально абсолютно. Понимаешь, тут главное, как вы чувствуете себя? Это какие-то женщины, которые... У меня вот вылезла установка, что я должна зарабатывать, там, не знаю, миллиард, например, да, чтобы там встретить мужчину, которого я хочу. Человек, который не работал до этого и встречался с мужчиной, которые зарабатывают миллиарды. И такой, знаешь, такой думаешь, на какие курсы я там ходила когда-то, да? Что сейчас женщину учат, ты должна быть, о, сильно независимой. Внутри моща, а остальное, как ты хочешь, как твоя душа желает, ты вообще можешь не работать. Мне нравится, что я делаю, я люблю свое дело, меня для этого привели в этот мир, меня поэтому и пробудили так рано, в таком раннем возрасте. Есть женщины, которым не нравится работать, и это нормально, если вам это не нравится, вам это не кайф, вы занимаетесь собой своей реализацией, внутренней гармонией. Вот это кайф! Вы так говорите, милая, я поехала на ретрит, милая, я пошла туда, милая, я пошла изучу английский, милая, я пошла это. Но я все время развиваюсь, я настолько интересна своему мужчине, я классная. Если вы все время развиваетесь, вы классная, Наташа, привет, ты мне там ответила, там я в эфире сижу, я соскучилась по тебе. Вот, и если получается, вы все равно чем-то занимаетесь, вам самой интересно с собой, конечно, вашему мужчине интересно с вами, но это не значит, что всем нужно работать. Абсолютно нет. Абсолютно не согласна. У каждого есть свой выбор. Поэтому девочки, некоторые приходят, ну реально, ну не созданное, не созданное, они рожают детей. Но при этом они занимаются собой. Мне нравится зарабатывать, но не нравится, что он себя плохо из-за этого чувствует. Ну это странно. Мне нравится зарабатывать, мне нравится, что плохо себя чувствует. Слушай, это его проблема, что он плохо себя чувствует, понимаешь? Если мужчина плохо себя чувствует, что он должен делать с этим? Вставать и делать. Если я плохо себя чувствую, что я девочке делаю? Я такая сейчас скажу вам, я девочка, я плохо себя чувствую, и я нихуя не делаю. я иду занимаюсь этим вон два часа утром практики так далее понимаете или я вам ну я иду в свой рост я иду практику к наставнику покупаю обучение так далее занимаюсь я расту в этом если мне что-то не нравится а просто сказать вот этот мужчина который говорят мне это не нравится ну извини мне не получается это мужчины и я знаю таких мужчин это мужчины которые что делают девочки а ну-ка вы у меня умненькие вы знаете сами это мужчины которые не хотят просто делать их все на самом деле устраивает а это манипуляция некая типа у меня не получается ты же только богатых любила в смысле я только богатых любила ничего что как бы я замужем была вроде бы последний мой муж не богатый человек вот я любила той любовью которая говорю было раньше я любила разных мужчин у меня в шкатулке разные мужчины были и такие такие на вкус и цвет когда-то да ну на то мы и живем чтобы пробовать общаться что нам нравится в каком человеке как пройти мне например очень нравилось что у меня последний мужчины мои там не пили не курили не употребляли ты просто да не хочешь там осознавать и все ну и что делать с этим либо как-то свои яички пропустить либо привет привет всем приветики вот музыка моя заиграла мне просто рождается знаете сейчас новое такое время я прихожу вот к себе к своей вот этой природе да тоже природа наша на дикое где-то временами на такая мощная я же говорю женщина это вот и есть природа матушка земля это вот мы просто скопировали поэтому у нас бывает дождь бывает врага на нас нельзя указать нас нельзя трогать потому что мы его ну и настолько же мы теплые нежные до мягкие яркие любящие такие прям нежно обволакивающие вот греция привет и когда вы разбудите это внутри себя природу ну это же вообще классно просто супер ну вот тоже вот это тоже неприемлемо еще какие-то мужчины заходят вот писать такие вещи ставить деградация 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 происходит что люди типа говорят что у нас уже появился да даже искусственный интеллект но при этом люди животный мир так нас есть остался только вот раньше там даже племенах они наверно дерутся да у них наверно нет чувствами на этом побил кого-то потому что природа знаете как собаки дерутся у них есть природа они потом не думают что потом моя шпица или бульдога покусал вот такая дура возила мужика на гуа турции он ничего при этом не платил я взорвалась мне было тогда 21 ему 35 а что они со мной как в 21 год дорогая как 21 год такой молодой юной 30 для меня в 21 год мужчина 30-летний это был дед и как можно мужчину взрослого возить отдыхать не ну я такого конечно не дошла бы вы же меня знаете для меня вообще эта тема вы поэтому слышали разговаривали гури ну зачем было себя обманывать чем кому я хотела что доказать вам хотела доказать что я могу быть мужчины которые жить 50 на 50 но это смешно нет это не мое это не моя история никогда она не будет моей я истинная женщина было просто во всех проявлениях и жизнь мужчины 50 на 50 мне яйца не нужны я не хочу я не готова я не согласна и не буду вот бердянск привет и поэтому что я могу сказать а есть женщины которые готовы поэтому это вообще просто вот как бы выбор каждого но не мой спасибо я попробовала это знаете когда мы уходили с проекта меня очень уговаривали остаться потому что они смеялись и говорили ты понимаешь что такого невозможно это нереально в мире не может быть такая женщина с таким мужчиной но они же тоже с психотипами людей работают они прекрасно понимают все я говорю нет я все смогу мы все сможем но это было смешно это был бред вот это называется я знаю реально чего я хочу и он знал реально чего он хочет но я пойду в эти отношения из каких-то доказательств зачем-то туда где мне не нравится где вообще не мое и буду там страдать потому что это не мое это не мое и под послушайте вот как вот вы в отношениях находитесь а вас что-то не устраивает вы просто предаете себя это не маша а какие гормоны это просто было грубо и лупость ну как работает созависимость чего начать светлана созависимость нужно начинается зависимость она может перейти от отношений к потом в работу созависимый человек это человек который вот созависимый там наркотики потом выходит из наркотиков чему-то еще потом ноги созависимый уходят созависимость в практике в состоянии то тоже нужно вот эту грань чтобы не улетать до не выходить в эти состояния то что многие начинают подсаживаться именно на состоянии и потом их бесит они прям гонятся за состоянием а нужно наоборот в этом мире при понимать и принимать что в медитации иногда твое тело такое тяжелое но так болит медитация практика бывает разное не привязываться к состоянии потому что в жизни такие же нас более разочарования как и в практике в любой практике практика это не всегда кайф если вы думаете что в медитации это всегда кайф и только вначале вам будет больно нет мои хорошие вот как здесь психика поработала сегодня на теле это отразилось то вы почувствуете в своем теле что-то где-то заболела в правом левом боку или там рука или нога или позвоночник но просто стать наблюдателем этих состояний вот в чем кайф созависимые отношения это работает собой это работать с собой в первую очередь с собой откуда это созависимость кому она потому что все намного глубже ты созависима не к мужчине к этому ты созависима именно к этим чувствам что такое созависимость нам нужно проживать эту эти чувства понимаете вот эту неполноценность типа если человек ушел мы чувствуем что как сказать правильно да что мы как будто теряем себя теряем эту половину себя как будто мы какие-то полу живые мы прям вот прям вот нам нужны эти эмоции причем больные эмоции и нам прямо гонимся за ним потому что мы привыкли не жить скорее всего это с детства идет у меня по крайней мере так было да когда там 13 лет живешь таких эмоциях то ты просто жил всю жизнь в этих эмоциях и ты ищешь в принципе постоянно в жизни эти эмоции вот вы любите вас есть любимое мороженое вы постоянно ищете везде это любимое мороженое естественно то же самое у людей созависимость созависимость это дело ой когда-то уже много лет как вышел до из этой созависимости но могу сказать что у меня была созависимость к работе и здесь тоже нужно быть осторожным очень короче не заморачиваться вот и пасана мне последний раз выдала что во первых не подсаживаться потому что мне казалось что наркоман состоянии мне очень нравится практиковать эти практике дело куда то улетать все нет 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 и им не просто жить номенти здесь сейчас вылетел или не вылетела я могу упасть и на первую чакру и вообще скабра птички все и так же могу подняться здесь так же классно гармонично себя чувствовать везде в своей природе и я могу учитывать себя от классно вот эта осознанность осознавать себя в любых состояниях осознавать себя и жить в гармонии с собой, с природой. И не отвергать её. Не отвергать, что ты можешь быть истеричкой даже один денёчек или два, или три. Это нормально. Просто как ты? Гармонична ли ты? Я с вами разговаривала, у меня вот чисто там уже что я хочу сделать? Гармонична ли ты проживаешь эти состояния? Худешь на всех орёшь? Или ты пошла в практике сделала и всё это с тебя вышло? Это тоже очень важно. О сознании наше. Так, уже 21.15. Ну, как всегда, я заболталась. Ладно, ребят, я пошла. Я пошла. Пошла я. 21.15. Я вот просто, у меня сейчас всё чётко. Завтра расскажу вам в сториз. График у меня сейчас чёткий. Поэтому сон тоже часть этого графика. И это очень важно. То, что мне не нравится, когда расплывчатое такое, всё. Мне нравится, когда всё гармонично, чётенько прописано. Сон во столько-то... Вот. Не всегда, конечно, получается у нас соснуть. Это тоже природа. Поэтому тоже себя не ругаем, не засыпаешь. Просто дышим, медитируем лёжа. В шабасану легли, полежали. Вот. Кайфанули. Да, всё. Мне нравится. Мне нравится. Челлендж. Ещё какой-то челлендж будем придумывать. Всё, ребятки. Всем хорошего вечера.